Микс Ньюс Советы Богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решаются. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно начинается программа Советы Богачек. В нашей студии российский психолог, психотерапевт Ирина Богачек. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ждем тоже ваших, может быть, звонков, историй, вопросов, поскольку на протяжении этого часа мы будем принимать звонки. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы можете писать нам в WhatsApp-е 2-3-0-6-1-9-1. В прошлый раз мы обещали затронуть эту тему. И действительно такая очень сложная тема, с которой кто-то наверняка сталкивался в своей жизни, в отношениях с людьми, токсичные отношения. Слово стало очень вообще популярным, сейчас его употребляют, может быть, не в том смысле, в котором всегда токсичные отходы были, но как бы мы понимаем, что это ядовитые. Да, это яд. Яд, но сейчас его стали применять больше в плане человеческих отношений. Вообще, насколько, что это означает вообще? Что такое токсичные отношения? Ну, токсичные отношения, дадим синоним, это деструктивные отношения, это отношения, которые отнимают наши жизненные силы, которые дают нам ощущение неуверенности в себе и, в общем-то, делают нас несчастливыми. То есть нам просто плохо. И тут есть очень интересный момент. Одному может быть плохо, а второму очень даже хорошо. Но, конечно, глобальную тему, допустим, домашнего насилия или отношений с одесс-мазохистом я не буду разбирать. Я все-таки расскажу плюс-минус о нормализованных, но не очень счастливых отношениях и что с этим можно делать. То есть можно ли каким-то образом выйти из этих токсичных отношений, а может быть их вообще видоизменить и продолжать жить дальше. Ну и в конце я расскажу вообще про признаки здоровых отношений. У меня прям сильно не терпится это сделать, но давайте все по порядку. Итак, в начале отношений мы очень часто, что называется, ну не то, что предаем себя, но мы делаем такое снисхождение. То есть даже те вещи, которые мелочи, которые нас раздражают или огорчают в партнере, мы стараемся на них не обращать внимания. Ведь мы говорим, ну у нас же любовь и, допустим, ну ничего страшного, это вот сегодня он сделал, а завтра он, допустим, будет совершенно по-другому поступать. Но вот сейчас я сразу буду говорить, что есть так называемые красные флажки, которые уже в самом начале отношений существуют. И вот на эти вещи очень четко нужно обращать внимание, потому что наши отношения, так же, как и наш характер, не что иное, как привычка. А привычка это что? Условный рефлекс. То есть регулярно повторяющаяся ситуация, она приведет к закреплению эффекта. Посеешь привычку, пожнешь характер. Вот, вот, да, да, да. Пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь диагноз. Продолжают психотерапевты. Вот, да. Итак, красные флажки, что вдруг выясняется, вы начинаете отмечать, что гораздо больше критики в ваших отношениях, чем, например, похвалы. Ну, относительно мужчин здесь я вообще категорически всегда говорю женщинам на всех своих мастер-классах, на всех своих лекциях, что, а, отношение дело рук женщины, и, б, мужчину нужно хвалить. Но иногда немножко и ругать. И просто напомню эту формулу, что на одно порицание должно быть четыре похвалы. Потому что иначе у мужчины начинает складываться впечатление, что он плохой мальчик, он делает что-то не так, а никто не хочет быть неуспешным. Ну, на самом деле, то же самое касается и женщин. Но здесь в какие моменты мы можем столкнуться? Иногда человеку, в принципе, важно быть в центре внимания. И неважно, похвала это или критика, если мой близкий человек заинтересован в моих делах, в том, что я, допустим, там создаю, и пусть он даже критикует, часто у человека создается впечатление, что значит, ему не все равно. Значит, он таким образом проявляет ко мне внимание, и многие соглашаются как раз на эту критику и упреки. Но еще раз повторяю, позитивное подкрепление – это тоже подкрепление. Постепенно вы начнете чувствовать себя неуспешным. Ну, то есть, если, условно говоря, женщина ходит за мужчиной, и постоянно там, вот, ты не выключил свет в ванной комнате, ты там разбросал белье, ты не вытер ноги, ты не вынес мусор, ну, просто как будто бы он может делать еще что-то многое хорошего, но почему-то вот, ну, звучит, вот это тоже очень опасно. Очень опасно, потому что вот это занудство, более того, здесь еще мы сталкиваемся с таким моментом, что здесь отношения детско-родительские, то есть я как мама хожу за тобой и, грубо говоря, подтираю и говорю, что ты делаешь не так. И в данном случае это может привести к чему угодно, вплоть до снижения сексуальной активности, потому что будут включаться инцестные запреты, что эта женщина уже не как мой партнер, друг, любимая, да, а как мамаша, которая ходит и там что-то там, даже прикрываясь тем, что она заботится о тебе. На самом деле такая пресловутая забота. Дальше красным флажком является то, что вы, вот, вроде бы уже и время прошло, а вы не уверены в том, как к вам относится ваш близкий человек. И вы думаете, что такое, что-то он мне не позвонил, вот уже три часа прошло, а звонка нет, или, допустим, сегодня вообще никаким образом он себя не проявил, и вообще неизвестно, когда мы встретимся, и вообще нужна ему или не нужна. На самом деле это в одну и в другую сторону, он просто, я как с позиции женщины, понятное дело, передаю как бы женские ощущения. И вот эта неуверенность в партнере создает беспокойство. А может быть, я вообще ему не нужна, если он, допустим, не предлагает мне встретиться в выходные. А может быть, у него вообще кто-то другой. И поэтому здесь я обращусь к американским психотерапевтам, которые говорят, не бойтесь задать три вопроса, три вопроса, если все-таки вы уже решили, что вам хочется быть с этим человеком. Может быть, ему и не хочется, поэтому и надо задать эти вопросы. Это три следующих вопроса. Что ты обо мне думаешь? Как ты мне относишься? И что нас ждет в будущем? И вот если на все эти три вопроса плюс-минус будут не какие-то отшучивания или какие-то пресловутые фразы, ой, да я не хочу никаких обязательств, да мне не нужны никакие серьезные отношения, ну это вот вам сигнальчик о том, что может быть вообще ничего хорошего и не выйдет. Потому что, в принципе, любой человек, если ему что-то нравится, он хочет это продлить, потому что человеческая психика, она стремится к совершению. Если мне вот это нравится, конечно, я хочу, чтобы это завтра у меня было и послезавтра у меня это было. А иначе это все похоже на репетицию, а вдруг я завтра встречу что-то получше. Дальше. Следующим красным флажком является то, что у нас вдруг возникает ощущение, что я не доверяю 100% партнеру, более того, я чувствую себя не очень безопасно с ним. Вот если завтра, допустим, я случайно столкнусь на дороге с другим автомобилем, я вообще не уверена, приедет он меня спасать. И согласится ли он оплатить мои расходы, если у меня, допустим, ну вот в этот момент времени нет денег. То есть вот у меня нет 100% ощущения безопасности. А все-таки безопасность – это одна из ведущих потребностей, если мы вспомним ту самую пресловутую пирамиду Маслоу. Дальше. Очень странно выглядит и является опять же таки красным флажком, если твой партнер начинает тебе рассказывать про всех своих бывших, еще и знакомить тебя со всеми бывшими. Ну это может быть как раз признак доверия или чего-то. Ну вот это вот опять же таки мнимое доверие. Чаще всего человек рассказывает, девушки в частности рассказывают про своих бывших для того, чтобы себе некую ценность придать, а мужчины чаще всего рассказывают для того, чтобы вот эта нынешняя партнерша ну как бы попыталась избежать ошибок, которые вот были в предыдущих отношениях. Но на самом деле все это миф. И сразу говорю, отношения – это дело рук двоих. Не допускать туда никаких фантомов, бывших, будущих и так далее. Желательно и родители туда фантомов не допускают. Вот, например, моя мама борщ вот таким вот образом готовит, а у тебя там, например, не хватает какой-то специй и так далее. То есть отношения – это дело рук двоих. И каждая новая история – это новая история. И предыдущий опыт не сработает, если только человек, например, действительно не пребывает в каком-то неразрешенном внутреннем конфликте, и тогда он будет бесконечно повторять ситуацию. Но об этом чуть позже я как раз расскажу. Очень странно выглядит, когда вроде бы вот вы еще и, ну, не пожили, что называется, десятилетиями. А почему-то, когда вы приходите в ресторан, каждый сидит в своем айфоне, и выясняется, что лучшие минуты между вами бывают только тогда, когда вы в компании друзей. Вот здесь все кардинально меняется. То есть ваш партнер подходит к вам, обнимает, хвастается вами, говорит, посмотрите, какая она у меня замечательная там архитектор, и вообще какие у нас красивые дети будут, вот она у меня такая вот блондинка замечательная. А потом компания друзей испаряется, вы снова остаетесь вместе, и он говорит, ты знаешь, ну вот мне нужно пойти позаниматься своими делами. И почему-то нет ощущения, что нам вдвоем лучше, чем, например, в компании. И это тоже должно наводить на определенные мысли. Или иногда после алкоголя такое бывает. Вот пока не принял алкоголь, спучно, а потом вот принял алкоголь, и вроде бы вот как уже и все прекрасно, и жизнь в розовом цвете, и твой партнер тебе кажется таким очарователем и так далее. Но это не свидетельствует ли того, что человек просто хочет, ну условно говоря, поддерживает отношения для того, для может быть статуса своего, для того, чтобы похвастаться перед там красивой девушкой, перед друзьями. Да, вы абсолютно правы, потому что у кого-то может быть такая концепция жизненная, что одному быть, ну допустим, там неприлично. Или, допустим, очень хорошо, если рядом с тобой, да, действительно, красивый или какой-то статусный партнер, но красивая девушка или статусный мужчина, может даже и красивый мужчина и так далее. Потому что это как некие ценности, типа, а вот у меня вот такой дом, а вот у меня вот такая вот машина, автомобиль, а вот у меня такая престижная работа. И да, в некоторых случаях действительно это может быть хвастовство. Но, в принципе, мужчины все немножко хвастованные, поэтому это одна из важных задач женщины, чтобы мужчина нашел, чем ей можно похвастаться перед ватагой своих парней. Это очень архиважная задача, и к этому я все время обращаю женщин. Недостаточно быть хорошей хозяйкой, матерью, готовить котлеты с гречкой, прекрасной любовницей. Обязательно должно быть что-то, чем бы он мог похвастаться перед друзьями. Крайне необходимо в отношениях. Очень странно, если тоже вы еще только вот начинаете входить в более длительные отношения, ваш партнер начинает наказывать вас молчанием, то есть не разговаривает, игнорирует. И тогда вот кажется, ну что такого, ну молчит и молчит, он же не дерется, он же не скандалит и так далее. Но на самом деле это вот уход в такую вот глухую оборону, когда люди встают по разные стороны баррикад, и в принципе ничего хорошего, вот молчания нет. Некоторые говорят, ой, я пойду, передохну, допустим, там успокуюсь, и потом приду и буду общаться нормально. Нет, я всегда за то, чтобы любую проблему проговаривали. Единственное, нужно помнить, что должно быть время и место. Это вот в нашей программе ссоры, я как раз очень уделяла этому внимание, то есть подойти к мужчине, выяснять отношения, когда он смотрит захватывающий футбольный матч, ну если он футбольный фанат, или когда он, извините, просто, например, в рамках нового проекта какого-то очень сильно устал, пришел, лег спать, а у вас вдруг проснулась любовь, вы начинаете его будить и пристаете с какими-то там, ну, как бы интимными намерениями, а он на вас рявкнул, и у вас потом ощущение, что вас обесценили, что вас не хотят и так далее. То есть обязательно нужно знать вот это место и время. Ну и, конечно же, красным флажком является тот сигнал, когда партнер становится с вами любезным и вот такой вот душкой, когда ему что-то от вас нужно. Например, вот он хочет получить, так сказать, разрешение поехать с друзьями на рыбалку на 10 дней куда-нибудь там на озеро Байкал. А у вас в это время какие-то жизненные там вопросы решаются, касающиеся чего угодно. И вот для того, чтобы себе эти преференции, так сказать, отвоевать, он вдруг начинает вот вести себя прям замечательно и хорошо. И если вот такие моменты встречаются, то, конечно, на них тоже нужно обращать внимание. Потому что желательно, конечно, ваш партнер был и добрым, тёплым, заинтересованным в вас не только в такие моменты, когда ему что-то нужно. Ну хотя ведь другой человек скажет, ну как, ведь не наорал там и то, спасибо, пытался, дескать, взять вот пряником там эти какие-то преференции, а не просто там поставил перед фактом уезжаю и вообще там делаешь, что хочешь. Ну тема такая, да, можно подискутировать здесь, конечно же. Ну а самый большой вопрос, который, конечно, возникнет, а что же делать, если вот, допустим, отношения не складываются? И если, или, например, человек уже долго пребывает в токсичных отношениях, а признаки токсичных отношений, прям именно признаки токсичных отношений, я скажу чуть позже, прям остановлюсь детально на них, то сейчас немножко коснусь психологии, и казалось бы, ну прерви эти отношения, уйди. Ну что, боже мой, ну так же просто, ну если тебе плохо, встань и уйди. А человек почему-то не уходит. И разгадка-то скроется в том, что очень часто людям нужны такие отношения. И мне, например, пациенты спрашивают, вы что, хотите сказать, что мне нравится страдать, я не хочу сказать это напрямую, но давай искать, скорее всего там есть, а, или какая-то скрытая выгода, или действительно в твоей психике есть какие-то механизмы, которые будут постоянно вот воссоздавать подобную ситуацию, чтобы ты пытался решить эту проблему, этот внутренний конфликт. И какие причины здесь могут быть? Ну первая причина и основная, почему люди не расстаются, они просто боятся оказаться в одиночестве. И здесь мы сталкиваемся вот с темой нецелостного объекта, то есть мне нужен обязательно вторичный объект, при котором я чувствую себя безопасно, пусть хоть какой-нибудь, но будет рядом. Вот буквально позавчера у меня была уже достаточно взрослая женщина в терапии, и я говорю, ну вы же уже все, дети выросли, у вас свое дело. Ну если вы не чувствуете любви, тепла, взаимопонимания, ну зачем вам нужен этот человек? Спрашиваю без провокаций. Она говорит, нет, вы знаете, даже представить себе не могу, что его не будет рядом. Пусть будет. Мне так спокойнее, говорит человек. Второй очень глобальной именно психологической проблемой, даже психоаналитической, я бы сказала, является привычка человека страдать. То есть человек привыкает к страданиям с самого детства и считает, что это уже норма. И вот здесь несколько моментов может быть. Например, первый момент. Ребенок видел какие-то травматические истории в семье, возможно, какое-то насилие. В данном случае мы же всегда впитываем в себя семейные сценарии. Я уже говорила, что бы мы там не желали, не предполагали, это все равно у нас вот эти вот интроекты, с которыми зачастую бывает сложно справиться самим. И вот девушка видела, например, насилие в семье, то есть отца по отношению к матери. И в дальнейшем она бессознательно в своей жизни, бессознательно, еще раз повторяю, выбирает деспотов. То есть вроде на уровне сознания она понимает, что мне такой точно не нужен, я опять буду страдать. Но почему-то влечет вот именно к таким плохим парням, потому что она точно копирует вот этот сценарий семьи, то, что происходило между мамой и папой. Или другой момент может быть. Например, девочку рано, отец ушел из семьи, у девочки не было отца. И она, особенно в Эдипе. Эдип, напомню, с двух, ну с трех лет до шести. Вот здесь папа прям вот крайне жизненно необходим. Потом повторяется на генитальной фазе, это подростковый, тоже папа необходим. То есть обязательно должен быть мужской объект, если мы говорим о том, чтобы сформировались нормализованные отношения, вот эти МЖ. И так у девочки не было папы, он ушел. А дети, как я уже говорила, никогда не винят родителей. Для них родители до шести-семи лет боги. Во всем, что происходит, они винят себя. Значит, я такая плохая, что я не заслужила любви. И в дальнейшем это будет транслироваться. Я вообще не заслуживаю любви. Человек не верит в то, что его можно любить не за что-то, а просто так, что любовь обязательно нужно заслужить. И, в принципе, может быть очень глубокая травматическая формула, что я, в принципе, не достоин любви. И тогда такая девушка, опять же-таки, будет выбирать плохих парней. Их знаки внимания по отношению к ней будут в нее вселять такую вот тайную надежду, что может быть, вот в этот раз что-то получится. А они через какое-то время ее будут бросать, и она будет подтверждать вот эту свою формулу. Да, вот, пожалуйста. Как отец ее бросил, так и эти люди ее бросают. Это лишний раз говорит мне о том, что действительно я недостойна любви. Это же самое может быть в отношении мужчин. Или крайний вариант. Человек из-за того, что он испытывал вот такое вот ужасное состояние боли, просто закрывается, становится холодным и говорит, да мне вообще никто не нужен. Мне хорошо самому именно из страха испытать еще раз это болезненное состояние. И третья причина, почему, допустим, люди не выходят из таких токсичных отношений, это потребность быть кому-то нужным. И здесь вот тоже вот такой вот некий микс вот этого страха одиночества и детские комплексы, и связанные с недополученной любовью, что если я тебе буду помогать, я себя буду спасателем, если я тебе что-то сделаю для тебя хорошее, а вдруг ты меня за это полюбишь, да? И настолько серьезные эти причины бывают, это просто внутренний конфликт. Человек зачастую сам не может справиться, и здесь, конечно, нужна помощь специалиста. И по-другому никак. Я помню какой-то советский фильм, где играла Ия Савина, она очень точно поймала какой-то вот характер женщины, которая, ну, она скорее ставила себя вот в положение страдалицы, что все ее эксплуатируют, что она должна заниматься всеми проблемами. И как будто бы, ну вот, получается вот, что вся семья страдает, от того и дети, и ее родителей, потому что она вот все время в пузу страдалится, нет, я сделаю это сама, я возьму на себя этот груз, и вот, ну, вот этот вот… Ну, это такая роль жертвы, да? Да, вот роль жертвы, но хотя она вот уже вот всем вот здесь сидит, вот с этим театрализованным принятием своей жертвенности, но и она сама несчастная, она делает несчастными, в общем-то, всех вокруг себя. Конечно же, потому что, когда мы играем в какие-то роли, должны быть еще и другие роли людей вокруг нас. И таким образом человек втягивает в эти отношения других и заставляет их отыгрывать какие-то роли, зачастую вовсе даже и неприятные им. Ну, а теперь я хочу перейти к признакам больших токсичных отношений, и я так поняла, что у нас будет сейчас… Сейчас вот как раз время рекламы, вот мы так вот, да, подвесим интригу и скажем, что вот все эти признаки вы услышите буквально через две минуты. Продолжается программа «Советы богачек», и вот российский психолог, психотерапевт Ирина Богачек. Мы сегодня обсуждаем токсичные отношения, и как раз до ухода на рекламу мы как бы заявили, вот сейчас обозначим основные признаки токсичных отношений. Да-да-да. Итак, когда уже можно действительно сказать, что вы уже попали в эту воронку токсичных или деструктивных отношений? Есть очень четкие признаки, которые я попрошу проанализировать, есть ли это у вас для того, чтобы продиагностировать. Действительно вы в таких отношениях или, может быть, еще, слава тебе, господи, нет. Так вот, ну, во-первых, прежде всего я хочу сказать, что постоянное выяснение отношений либо со своим партнером, либо с родителями, они, конечно же, приводят к тому, что вырабатываются физиологические протеины, которые вызывают воспаление и агрессивность, и могут привести вообще к любой соматике. Но об этом чуть подробнее я расскажу. Итак, первый признак – это паразитирование. Когда ты, например, извините за вульгаризм, вкалываешь, а твой партнер реализует какие-то свои детские мечты или строит карьеру, и ему абсолютно все равно, что ты уже, у тебя нет сил, что ты, допустим, не успеваешь и пополнит семейный бюджет, допустим, сделать что-то по дому и так далее. А он все пребывает в каких-то вот таких вот мечтаниях, что когда-нибудь я стану великим, известным, у меня что-то получится, а ты пока вот потерпи и поработай на наш общий бюджет. И вот здесь очень важный момент – посмотреть, с кем живет ваш партнер. Все-таки с вами или с удобствами, которые вы для него предоставляете. И здесь я предлагаю такой маленький эксперимент. Придите и скажите, что, например, ты знаешь, меня уволили с работы. Вот. Ну, те, кто боятся, допустим, материализовать, да, мысли, формы, просто скажите, у меня есть намерение уйти на работу, где я буду счастлив, потому что там мне будет нравиться, да, выполнять какую-то деятельность. Но, к сожалению, там зарплата будет очень маленькая. Поэтому вот нам нужно с тобой что-то думать. И посмотрите на реакцию своего партнера. Я вас уверяю, что здесь вы услышите, что это вы эгоист, что это вы не думаете о будущем и так далее. То есть вот эти вот признаки будут как раз очень характерны. Вторая большая такая вот история, которая может говорить о том, что действительно вы в токсичных отношениях. Когда ваш партнер постоянно вас высмеивает, критикует, и это вызывает постоянные ссоры. То есть когда бесконечно ваш партнер портит вам настроение жестокими шуточками, иногда даже какими-то обзывательствами, или, допустим, вот ссоры на пустом месте устраивает, что что-то не так лежит, или, допустим, что-то ты не так сделал, или потратил больше, чем следовало. И вот эта вот бесконечная вот эта круговерть. Да ты бездарная, ты тупая, да ты ничего не можешь. Ну, то есть какие угодно могут быть ужасные там обвинения. Блондинка там вот условно говоря. Ну, конечно же, что ждать от блондинки. Да, 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 что от тебя ждать, да, как всегда и так далее. И постепенно эти слова, они находят отражение даже на нейрофизиологическом уровне. То есть у нас начинают вырабатываться, как я уже сказала, два протеина, которые отвечают за воспаление и нарушение обмен веществ. И у человека может быть любая соматика, начиная от того, что начинает болеть сердце, с точки зрения психосоматики, мне не хватает любви, депрессия, то есть я замираю, я не хочу, чтобы меня трогали вообще. И вплоть до онкологии, то есть когда человек начинает себя обвинять или испытывает чувство агрессии по отношению к другому. Но мы же хотим сохранить отношения, и мы начинаем оправдывать своего партнера. И говорить, да не обращайте внимания, у него просто такой юмор. Или, ну вот у него просто такой характер. Или известная всем формула, милые бронятся, только тешатся. И вот они все бронятся, бронятся, а когда же, в общем, они будут гармонично и хорошо жить, непонятно. У меня просто сразу всплыла очередная вот история. Я забыл, вылетела фамилия одного из мужей Гурченко, с которым у нее казалось вот все. Ну вот она нашла, он был ее поклонником, он с нее сдавал пылинки. Он сам, по-моему, был аккомпаниатором, они выступали в дуэте, и он писал музыку. И вот он в своих мемуарах где-то, он не мог ей простить, что когда вот к ней приходили там режиссеры, и кто-то говорил, что вот мне нужна музыка к фильму, и он как бы намекал, что, а может быть, я попробую написать. Она вот в открытом сердце говорит, ой, да он, да вы что, что-то это баловство. Что он там напишет? И она его обесценивала, и это было вот какой-то такой раной, которую он ей не мог простить, и вот они расстались именно потому, что, ну вот он считал, что она его тем самым оскорбляет, принижает и принижает, может быть, в глазах других людей. Очень даже может быть, и я, кстати, его очень даже хорошо понимаю. Следующим признаком токсичных отношений как раз является невозможность поговорить о проблемах. Может быть, если бы они поговорили, по-другому бы все сложилось. То есть любая проблема, как я уже говорила, должна быть проговорена. А твой партнер вдруг начинает отмахиваться и говорит, да прекрати ты, да все у нас нормально, да не придумывай, это все какие-то твои фантазии, или наоборот начинает обвинять, ты что, хочешь поссориться? Ты что, ты для чего это делаешь? Ты что, хочешь, чтобы мы развелись и так далее? То есть тебя перекладывает на тебя ответственность и начинает тебя обвинять. А здесь я хочу сказать, что если хотя бы одному в отношениях дискомфортно, то будет тот самый яд, будут те самые токсины. Поэтому по-любому нужно хоть как-то попробовать понять своего партнера. Потому что иначе у того человека, которого вот как раз не слышат, обесценивают, у него появляется ненависть к себе и ощущение несчастья. Ну то есть когда вам без конца говорят, что ты бездарный, неталантливый, безнадежный, вообще ты тусклая личность, например, вот такое я даже слышала, жаловалась мне одна девушка. Она правда выстрелила в саморазвитие, она пошла и получила профессию финансового брокера, и в общем потом уже сама оставила этого мужчину. Но многие же начинают переживать, и вот эта отрицательная энергия, она должна куда-то выливаться. И она может куда выливаться? На других людей. То есть мы начинаем агрессивничать в обществе. Она может выливаться на детей. Или самый худший вариант, она выливается на себя, то есть человек ее в себе вот это хранит. И вот она опять же та же психосоматика. Сердце, горло, то есть невозможно сказать, насморк, это сдерживаемые слезы. Это, кстати, вообще питерская история, гаймориты. Это я хочу показаться сильным, не показывать своих слез. И вот, пожалуйста, у нас возникает вот здесь блок. Или анорексия. То есть меня должно быть меньше, меньше, меньше для того, чтобы меня не видели и не нападали на меня. Вот у анорексии всегда есть психологическая причина. Очень важная история, я говорила о том, чтобы люди могли поговорить о совместном будущем. Вот в токсичных отношениях совместного будущего нет никакого. И вообще не разговаривают люди о том, что будет завтра. А мы только тогда счастливы, когда у нас есть плюс-минус, ну хоть какая-то относительная стабильность по поводу завтрашнего дня. Даже в тех семьях, где, например, партнер в длительных командировках каких-то, все равно люди в нормализованных отношениях строят планы на будущее. Говорят элементарно даже, куда мы поедем в отпуск и так далее. В токсичных отношениях люди живут прошлым. Вспоминая те времена, что когда-то же ведь вроде бы было неплохо, и вроде бы у нас была и теплота в отношениях, мы были милыми по отношению друг к другу. Ну и вообще я говорила все время, что сайт «Одноклассники» это исключительно для людей, которые плюс-минус сейчас не очень счастливы. Потому что всем кажется, что в детстве, вот тогда в школе все было иначе, и краски ярче, и чувства сильнее. И, конечно же, очень ярко выраженным признаком токсичных отношений является манипулирование. Когда твой партнер начинает формировать в тебе чувство вины или ревности, видя, как ты страдаешь и не можешь уйти. Потому что вот садизм атакующего, он всегда для преференций. То есть чем больше человек будет бояться, что ты его бросишь, тем больше он будет атаковать, тем больше он будет получать преференций. Сегодня я пришел домой в 2 часа ночи, а завтра я вообще не пришел домой и так далее. А послезавтра я вообще поехал, допустим, совершенно другим человеком в отпуск. Ничего страшного, мы живем, все нормально и так далее. И вот этот страх остаться одному, ну и другие причины, которые уже я перечислила, могут как раз к этому привести. А вот сейчас я расскажу про ту самую скрытую выгоду, про которую вот уже Олег немножко заикнулся. Дело в том, что да, особенно мужчины, они как раз дорожат образом семьи и воспринимают расставание как крушение своего проекта. Поэтому не могут допустить, чтобы вот в глазах социума, общественности, своих родственников вот такое случилось. И поэтому очень часто мужчины, особенно которые обладают властью, финансовой властью и так далее, они говорят, а что тебе не устраивает? Пожалуйста, вот деньги, расти наших детей. Окей, да, я тебя больше не люблю, я тебя больше не хочу, но я тебя не отпущу, никакого развода не будет. Хочешь развод, окажешься на помойке, извините. Вот. Но у меня, ну нет у меня к тебе влечений. И, конечно, вот это самый ужасный вариант. И вообще статистика разводов есть, что на два брака один развод. А вот сколько людей живут в токсичных отношениях, к сожалению, такой статистики нет. И женщина тогда думает, ну что? Ну да, ведь и в художественной литературе, и везде все говорят, и бабушки говорили, и церковь, что жизнь – это страдания, что нужно терпеть, что женщина должна терпеть ради детей. И тем самым еще больше и больше тебя погружают вот в эту самую яму. Ну и здесь встает вопрос, а можно же все-таки выйти из этих токсичных отношений? Каким образом? То есть есть хотя бы вообще, ну вот какие-то моменты, то есть которые могут позволить выйти. Или что делать? Выхода два. Либо все-таки уходить, уходить. Либо все-таки попытаться, попытаться, не факт, что это получится, видоизменить и свое отношение, и отношение к партнеру, к тому, что происходит. И вот здесь прям по пунктам я буду сейчас рассказывать. Опять же, первое. Люди должны признать, что есть проблема. Зачастую они не могут признать это сами. Поэтому им вот эту выпуклость может показать как раз психотерапевт, семейный психотерапевт. Вот. И с того момента, когда люди сказали, да, у нас все плохо, или я болен, может начаться выздоровление. До тех пор, пока один говорит, что нет, у нас все нормально, все хорошо. Это просто она вот меня сюда к вам притащила, я вообще не понимаю, в чем дело. У нас все замечательно, все хорошо. Не начнется выздоровление. То только две стороны должны признать, что, в общем, у пары есть проблема. И у этой пары, даже если не по две стороны баррикады, на разных сторонах этой баррикады, может быть будущее при условии, что у них есть влечение. Как я говорила, влечение, в общем-то, первичное. И вот если у кого-то из партнеров уже нет влечения, в особенности у мужчины, ну, практически невозможно его реанимировать. И здесь я сразу даже говорю людям, что, пожалуйста, не тратьте деньги, ну, особенно если там молодые люди, когда они еще в активной сексуальной фазе, да. Не надо, не ходите, все. Вот ваш вариант, скорее всего, вам нужно будет расстаться, по-доброму расстаться, и у нас есть тоже программа, как правильно, расставаться, да, чтобы не пострадали дети. Потому что вот здесь я реанимировать ничего не смогу. А вот если все-таки влечение есть, но вот такое вот непонятно, что хаос, да, в отношении, вот здесь психотерапевт может как раз все систематизировать. Ну, а люди должны попробовать принять друг друга такими, какие они есть. Ну, что значит принять? Ну, да, но что страшного в том, что он любит футбол, а ты любишь шоппинг? Ну, давай договоримся, чтобы не так много у тебя было этого футбола, и не так много у тебя было этого шоппинга. И это об этом тоже у нас есть программа, да, совместные интересы. Дальше. Нужно проявить готовность учиться к пониманию и уважению. То есть, может быть, ты сразу не поймешь, потому что для понимания нужны знания. Но когда ты узнаешь, например, кто по психотипу твой человек, или вообще хоть какие-то знания получишь, что из вот этого апельсина нельзя выжимать томатный сок, потому что это не получится, вот. Ты тогда хотя бы понимаешь, ну да, окей, и начинаешь, ну, как-то вот подстраиваться, маневрировать, принимать, ну, все-таки у вас же есть намерение сохранить отношения, в данном случае, может быть, семью. И обязательно нужно проговорить те моменты, которые причиняют боль. Потому что ваш партнер, может быть, вообще не обращает на это внимания, ему кажется, что это, ну, настолько просто, элементарно или вообще незначимо. И вот здесь я напомню ту формулу, которую я говорила, никогда не говори ты. Вот ты делаешь не то-то, ты вот так вот там неправильно, ты, я не знаю, сказал вот такое что-то обидное. Мы всегда должны говорить про себя, чтобы партнер вас услышал. Мне было больно, когда ты сказал при друзьях, что у меня некрасивый макияж, потому что я почувствовала себя, ну, некрасивой женщиной. А не так, как ты посмел при своих друзьях сказать, что меня ужасно накрасили, ты что, не понимаешь, что ты меня унизил? Слышишь, совершенно по-разному звучит одно и то же содержание, то есть в разную форму я облекла. И, конечно же, нужно спросить своего партнера, что же на самом деле ему нужно. Потому что, может быть, он вообще, собственно, и не намерен с вами строить будущее и рожать детей, и вообще у него совершенно другие намерения. То есть как какой-то временный вариант? Да, конечно же. И помнить, что в разговоре есть две стороны. То есть в любом конфликте есть две стороны. И нужно перестать считать, что твоя сторона – это истина в первой инстанции. Нет, там тоже есть своя истина. И вот как раз найти вот этот компромисс. Я говорю, людям иногда бывает сложно самим, и для этого нужен семейный психотерапевт. Конечно же, нужно поговорить, заглянуть в прошлое. То есть, возможно, какие-то травматические инциденты из прошлого мешают. Может быть, записать точки зрения и вообще определить свою роль. Да, что вот оказывается, ты все время в роли жертвы. Слушай, ну давай, может быть, как-то уже… Роли-то подвижные. Давай сегодня ты жертва? Ну окей, а завтра спасатель. Но не тиран. Хотелось бы, чтобы был не тиран. Ну и, наверное, самое главное… И теперь я хочу перейти к здоровым отношениям. И я прямо вот такую вот очень ладную такую составила концепцию счастливой пары. И буду прямо вот точечно отражать эти моменты. Никто ли не хочет нас о чем-нибудь спросить? Были просто звонки, но просто мы в это время как раз говорили. Ну и ладно, да, то есть мы сэкономили время. Хорошо. Итак, ну во-первых, счастливые пары, конечно же, могут ссориться, могут проводить время порознь, могут есть разную еду, хотя я говорила, что должно плюс-минус нравиться есть одинаковую еду. Но они необычайно близки и дорожат друг другом, и об этом свидетельствуют следующие пункты. Первое. Вы можете вести себя непринужденно и можете позволить себе глупости и не стесняться быть самим собой. Вот это означает, что сто процентов ваш человек. Вы можете сказать какую-то глупость, какую-то мимимишность, няшность и так далее. И сказать, господи, боже мой, никогда не думал, что я могу быть вот таким вот каким-то сентиментальным или, ну вот с точки зрения социума, но просто дурачком. А вот в отношениях нам прямо вот это нравится. Например, вы думаете друг от друга даже на расстоянии. То есть вот вас нет, а ты говоришь, боже мой, сегодня только была одна единственная минутка, когда я о тебе не подумал. Все остальное время я плюс-минус думал или о тебе, или о нас. С момента встречи очень важно развиваться, что вы не зависли на этой фазе, и мы не хотим ничего менять. А нам хочется все-таки видоизменяться, и мы радуемся, когда наш партнер меняется, когда у него идет какой-то карьерный рост, или какие-то проекты, или какая-то успешность. И мы его поддерживаем в этом, даже если это никаким образом не связано с нами. Ну, например, я не знаю, он там газ добывает, а вы там, я не знаю, книжки пишете и так далее. Тем не менее, у каждого вот какое-то свое развитие. Вы знаете желания друг друга и мечты, потому что вы уже на таком уровне, когда вы можете рассказать о своих сокровенных мечтах и желаниях. И, возможно, мы иногда можем частично желания своего близкого человека и исполнить. Помните, я вам рассказывала, как наш друг мечтал купать в ванной черную женщину? Мы ему подарили в ванночке куклу Чунгу-Чангу. Ну, в данном случае это была компания, но я так вот, как иллюстрацию сейчас вспомнила. Дальше. У вас есть свой язык любви. То есть какие-то прозвища, какие-то особенные воспоминания, какие-то, может быть, я не знаю, предметы, которые вы откуда-то привезли. То есть это ваша совместная история, понятная только вам. Там какая-то Утя или Собачка или там Пуся. То есть я не знаю. То есть какие-то милые прозвища, которые всем остальным людям покажутся дурацкими, а вот для вас они действительно что-то означают. Или какая-то песня. Или какой-то город, в котором вы были счастливы и вы хотите туда возвращаться снова и снова. Вы, еще раз повторю, поддерживаете все начинания своего партнера. Конечно, вы можете что-то покритиковать. Это не значит, что голубь мой все закрылый, делай все, что ты хочешь. И, может быть, что-то даже и будет вызывать в вас сопротивление. Но все-таки в большинстве случаев поддерживайте, ресурсируйте, помогайте, направляйте. Очень часто у людей бывает, ну, не только, допустим, позитивная какая-то история, а, например, что-то случается. На работе или там где-то еще в социуме. Вот твой партнер всегда готов тебя поддержать. Вот если ты стукнешь автомобиль, вот он точно приедет, а не пришлет к тебе своего водителя или, я не знаю, какого-нибудь своего ассистента, заместителя, который бы приехал решить твои вопросы. Потому что ему важно, что с тобой случилось, как ты себя в это время чувствуешь. Машина, ладно, именно как ты, потому что именно ты нужен в этот момент, как поддержка, опора, плечо и так далее. Потому что вы одна команда, безусловно, вы показываете, что вы цените друг друга, вы говорите об этом друг другу, что я тобой горжусь, я тобой восхищаюсь, посмотри, какой ты классный. Только ты вот такой замечательный программный директор, который делает такие проекты. И я так горда, что вот мой близкий человек, вот он такой, и я могу этим хвастаться. Вот как раз вот здесь вот хвастовство, оно должно присутствовать. Потому что ведь по большому счету все, что мы делаем, мы делаем для себя. И если я испытываю эту позитивную эмоцию, то я потом с тобой делюсь вот этой вот самой энергией. Вот очень важный признак – уважать право своего партнера встречаться с родственниками и друзьями. Вот прям вот мне очень нравится этот признак, потому что очень часто партнеры ревнуют и говорят, ты опять поехал к своей маме? Да, поехал. Потому что у некоторых мужчин, например, жизненная необходимость обязательно навестить свою маму. Потому что это его внутренняя проекция и первая любовь вообще-то, извините. Вот. Затем вы можете говорить о чем угодно, прислушивайтесь к мнению и считайте его важным. То есть вы всегда посоветуетесь, а не будете принимать решения единолично. У вас есть финансовая безопасность. То есть вы можете спокойно дать свои кредитные карты своему партнеру и, в общем-то, не переживать по поводу того, что он там потратит лишнее и у вас завтра на что-то не хватит. И даже если он потратит это лишнее, ну, ну что, ну вот так уже случилось. Но при этом вы не будете чувствовать себя оскорбленным и униженным. Вот. У вас всегда есть теплые воспоминания о первой встрече или каких-то вот таких вот совместных эпизодах, и вы их с нежностью проговариваете. А помнишь, вот это вот было, и это вас очень сильно согревает. Конечно же, у вас есть огромное желание, и вам нравится изучать тело своего любимого. Вот. Без сексуальной активности никуда. И вот моя профессора Дмитриева, ей 64 года, она говорит, Ирочка, не важно, сколько людям лет, все равно вот эта телесность, телесные прикосновения, они обязательно должны быть. Ну, так устроен человек. Мы не только дух, мы еще и материя. И мы не устаем восхищаться друг другом и говорить, какой это у меня вообще замечательный. И вам просто интересно вместе, вам весело вдвоем, и вам в данном случае иногда даже не нужна никакая компания. Вот. Спасибо огромное, Ирина Богатчик и программа «Советы Богатчик». В следующий раз мы встретимся 13 марта. И я расскажу про, в общем-то, теорию привязанности, это безумная тема, и как это может вылиться.